Добрый день! В эфире Киноподрама с Юрием Рязановым и у нас в гостях Семен Трескунов, актер, который снимался в главной роли «Частная пионерская» и «Призрак» и еще ряд других фильмов. Добрый день! — Здрасте! — Семен, ну, наверное, первый твой опыт был в кино — это «Частная пионерская», так? Или были киты до этого фильма? — Кто там? — Ну, конец. — Нет, до этого фильмы были, но первый яркий опыт, конечно же, «Частная пионерская», потому что это был первый полнометражный фильм, где мне там в 12 лет досталась главная роль. Это для меня было удивительное открытие, это совершенно был другой опыт работы. — Сколько было тебе лет, когда ты снимался в «Частном пионерском» один? — В первой части? — Да. — 12 лет нам было всем. — А сейчас тебе уже 17? — Ну, в ноябре будет, да. — Ты, похоже, по сравнению с Анфисой не сильно изменился? Не так сильно изменился? — В смысле, внешне или? — Ну, как-то, наверное, ну, как-то и внешне как-то и вот. — Ну, внешне я... Нет, в любом случае, внешне, я думаю, я изменился, потому что все-таки мы все растем. Я, кстати, Анфису давно не видел. Возможно, она сейчас так сильно поменялась, что я сам ее не узнаю. Когда мы снимали первую часть, как раз она была выше нас, нас с Егором. Вот, а потом, когда мы уже начали снимать вторую часть, «Геленджике», оказалось, что она на голову ниже нас с ним. Егор на полголовы ниже меня, Анфиса на голову ниже, да. То есть я перерос их обоих, хотя они оба были выше меня. — Ну, я вот знаю, что ты сейчас обдумаешь сниматься в фильме «Частная пенерская 3». — Да. — Но пока еще ты сценарий не читал? — Нет, читал. Почему? — Тебе, ну, понравилась эта история? — Да, мне очень понравилась эта история. Более того, я с Александром Юрьевичем Карпеловским уже успел обсудить, ну, какие-то детали, которые меня интересовали после прочтения сценария прям сразу. Вот, и, на мой взгляд, это самая интересная история всей трилогии. Потому что до этого первая часть была, она, конечно, ностальгическая, да, как бы, и она нравилась взрослым детям, но там была абсолютно детская история. Вторая часть была более подростковая, про первую любовь. Третья часть, ну, как кино, мне кажется, будет более цельной, потому что там уже представлены личности, уже какие-то зрелые взрослые характеры, потому что ребята, когда уже заканчивают школу, идут в институт, они уже, ну, условно говоря, взрослые люди. Вот, пускай только в начале вот этого какого-то жизненного пути. Собака там будет играть тоже? А вот не знаю. По-моему, нет, в сценарии она не фигурирует. Ну, то есть, мы говорим о ней, но она не появится на экране. Она была и в первой, и во второй части. И во второй части. Да, у нас счастливый талисман. Да, а в третьей, я думаю, тоже, наверное. Но она где-то рядом? Ну, она осталась дома по сценарию. А, вот так вот, да? Я думаю, да. Не знаю, может быть, как-то Александр Юрьевич придумает, перепишет и введет ее. Ну, я думаю, надо собаку будет как-то счастливого талисмана не избегать. Ну, я, конечно. Кстати, а вот между фильмами как-то вот ты вот с Анфисой и Егором как-то удается пересекаться? Или вот вы как-то только друзья на съемочной площадке? Или удается как-то? Нет, вы знаете, как бы кино – это вообще удивительный вид производства. Потому что он один из самых удобных и комфортных. Потому что так или иначе любой коллектив рано или поздно друг от друга устает. Вот. И в кино это абсолютно уникальная возможность. Потому что вот коллектив встретился, сделал общее дело и разбежался. И потом, с вероятностью почти 100%, через пару лет, может быть, даже через пару месяцев, кто-то так или иначе пересечется. То есть это очень удобно. Вот ты поработал с человеком, ты не успел от него устать, ты успел по нему соскучиться и снова рано или поздно с ним встретился. Анфиса и Егор – мои ровесники. Мы работали с ними с первой части вместе. Я с ними тогда познакомился первый раз. Вот. И мы вместе начинали, вместе заканчиваем эту историю. Вот. И, конечно же, в перерыве между съемками мы общаемся, дружим. Семен, а вот ты сейчас… То есть твой герой сейчас на Пенерском 3 поступает в институт. А ты как бы еще в школе учишься или уже поступил? Нет, я сейчас перешел в 11 класс буквально. Да. Ага. То есть у тебя еще все впереди будет? Еще годик. Да. А куда ты планируешь? В театральные или… Я пока еще не определился и вообще не хочу сглазить. Мне было бы интереснее получить режиссерское образование. Ну, то есть все равно где-то около кино. Конечно, да. Ну, ты себя считаешь одним из самых успешных детских актеров? Ну, я не могу ответить, да, это будет не скромно. Вот. Но в любом случае, как бы тут еще дело в некоторой самокритике. Я, в принципе, очень критично отношусь ко всему, что выходит в итоге на экране. Конечно же, я отдаю себе отчет в том, что, возможно, у меня больше работы в кино, чем у остальных моих сверстников, актеров. Ну, вот, а часто вот тебе приходилось там танцевать во время фильма? Получать дополнительные навыки, в смысле? Да, вот. Ты специально занимаешься танцами? Или так у тебя получается? Нет, ну, когда в сценарии прописано изначально, что, да, требуется от меня какое-то умение, которым я раньше не обладал, конечно, мне приходится брать уроки. Вот, например, когда я снимался в «Призраке», там черно-побелу было прописано, что я должен уметь танцевать ча-ча-ча. Я не умел танцевать. Я, в принципе, не умел танцевать. Весь мой танец — это фристайл под любого вида музыку. Вот какие-то странные телодвижения. И мне пришлось, конечно, брать уроки, но об этом позаботилась компания, которая занималась производством фильма. Они мне наняли балетмейстера Софии Иоэльс. Вот. И мы вместе с ней месяц, раза три в неделю, часа по три, наверное, репетировали танец. Начиная с самых азов и закончили в итоге вот готовым танцем. А вот тебе самому вот какая роль более симпатична? Вот «Был Призрак», «Был хороший мальчик», «Был частная пионерская» или они разные абсолютно? Или все-таки какая-то роль тебе более симпатична? Легче, может быть, играть или, может быть, больше вдохновения получил? Так можно сравнить? Нет, ну, конечно, что «Частная пионерская», что «Призрак», что вот «Недавний хороший мальчик» — это, ну, лично для меня знаковые фильмы. Потому что я работал с безумно талантливыми людьми на площадке, работая над этими фильмами. Вот, и, конечно же, был вдохновлен. Потому что одно дело, когда ты снимаешься на телевидении, там немножко другой уровень производства, работы. И другое дело, когда ты работаешь в полуметражном фильме с хорошим сценарием, с талантливыми режиссерами, актерами, партнерами. Вот, но на данный момент, на данный момент, наверное, ближе всех мне хороший мальчик. Вот он выйдет только в сентябре, к сожалению, а там видно будет. Тем более, что это только начало еще, я надеюсь, много чего поиграть придется. Let me introduce myself. My name is Kola Smyrnov. Привет, я Коля, мы с тобой танцуем вместе в Польку. Я заметила. Тебя же Коль зовут? Да. Ты сын этого Сани Смирнова? Николай! Николай! Смирнов, ты обалдел? Ты уже двумя ногами залез в мою жизнь. Да мы прекрасно с Колей знакомы. Коля – один из самых толковых учеников в нашей школе. Здрасте, Станислав Ильич. Я с Коля. Колян, Колян, ломи! Знаете, мне вообще иногда кажется, что я экстрасенс. Коля. Вы тот самый Коля? Коля! Это Коля. Крутой ты мужик. Вот мое ощущение, хорошая мальчика, я когда посмотрел половину фильма и остановился, ну что-то мне нужно было там сделать. Мне фильм очень не понравился. Как-то все получилось как-то очень, как-то нехорошо. Там какие-то образы такие, ну там, учительница как-то так вот пытается сдружиться, я как говоря, с учеником. Там директор школы тоже какой-то образ. Нет, ну понятно, что в фильме немножко все карикатурно. Во-первых, потому что само название фильма ироничное, и весь посыл фильма ироничный. Потому что в любом случае режиссер закладывал абсолютно ну ироничный месседж, мол, посмотрите, какие бывают люди. Насчет учительницы там очень понятная и простая история. Она молодая женщина, которая влюблена там уже в течение долгих лет в директора в исполнении как раз Ефремова Михаила Олеговича. Вот, и не находит в его сердце отклик никаким образом. И она одинокая женщина, а одиночество всегда ведет к нестандартному поведению. Вот, и поэтому это очень удивительная история о том, как люди, которые находятся в абсолютно разных возрастных рамках, могут оказаться близки друг другу. Это удивительно, потому что она, будучи старше моего героя на несколько лет, да, она девочка, которую надо защищать, о которой надо заботиться. Ну, наверное, лет как минимум на восемь, наверное. Ну, там это не оговаривается, к счастью. Может быть, и только восемнадцать. Семен, ну, я говорю, но я, к счастью, своему фильм досмотрел до конца, и что мне понравилось, что благодаря твоим усилиям, усилиям твоего героя в том числе, как-то все встает на свои места, то есть... Так в этом и смысл, что это история взросления, это история о человеке, который решил, что он все знает, всем все попортил, в конце осознал, понял, что был неправ и все исправил. Это происходит, ну, логичное изменение героя, то есть он взрослеет, он понимает, что сделал не так и пытается всеми силами это исправить. Поэтому немножко, возможно, обусловленное этим фактом сумбурное повествование как раз вот компенсируется финалом. Так и должно быть кино. Наверное, пожелаем удачи фильму. Спасибо. Потому что знаю, что российские фильмы имеют трудности с выходом, с прокатом, поэтому если уже есть прокатчик, который готов... В сентябре ты сказал, да? Да, в сентябре, в октябре, осенью, может быть, даже в ноябре. Вот неясно пока дата выхода. И, наверное, позитив фильма, что ведь у любого человека есть какая-то полоса то белая, то черная, то белая, то черная. И нужно где-то смириться, где-то все-таки найти силы перетерпеть, может быть, даже понять, наверное, взрослых понять. Да, конечно. А взрослым, наверное, относиться к детям как к неким таким цельным существам. Вот цельным. И тоже в них верить, что есть какая-то там детская любовь или какая-то, может быть, ошибка, они пройдут сами собой. Может быть, не сильно каким-то там их огрехом ругать, что ли, или что-то. Поэтому я считаю, что у тебя шикарная была роль в этом фильме. Семен, тебе, наверное, удачи. Спасибо за фильмы. И всему российскому, отечественному кинематографу побольше добрых, ярких фильмов. Особенно в год кино. Особенно в год кино. Спасибо огромное. Спасибо вам, Юрий Вик. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.